Блендер 2.81 и снова здравствуйте, всем привет, продолжаем, теперь нужно вставить кости вот этому персонажу полностью на глаза, на каску и на тело и также вот сделаем риг для танка и посмотрим все это дело совместим, посадим его в башню и какие-то моменты я буду пропускать на ускоренном показывать, потому что ролики уже по этим темам есть. Итак, сначала нужно вот этому персонажу вставить глаза, вот это лицевые мышцы, пока нижних нету, так вот этот танк и башню можно пока отключить, так единица на нампаде, панель сейчас включу вам видимость именно того, что я нажимаю, вот здесь в боку, ну и погнали, shift A, добавляем арматуру в сингл бон и поднимаем ее кверху, вот так вот, теперь можно солдата отключить, шлем отключить, оставить только глаза, и вот с глазами будем работать, так косточку можно S немножко уменьшить, большая она тоже не нужна, где-то вот сюда поставим, чуть-чуть выровняем, потом эту косточку можно будет удалить, это вот эта кость, она будет вроде как головная, так, тройка на нампаде, ставим именно видимость вот этой кости, выбираем теперь Edit Mode, выбираем косточку, жмем Е, щелчок левая кнопка мыши и вытягиваем вот так одну кость, выбираем ее теперь и жмем Alt и Clear Parent, отсоединяем ее, так, и вот от этой косточки Е, щелчок, используем, и от этой косточки вытягиваем еще одну кость, так, выделяем ее, жмем Alt и Clear Parent и, короче, все это дело уводим вот сюда вперед, можно сделать немножко S, вот таким вот образом, выбрать вот эти две кости и вот сюда вот перенести, перенести, так, смотрим, чтобы вот эта косточка по центру глаза стояла, чтобы глаз нормально крутился, так, можно еще немножко где-то вот сюда вперед увести, ну и в принципе все по прошлым урокам, это 3D модели, плейлист Kung Fu Panda, именно вставка глаз, все, смотрите, я на ускоренный перехожу, и вот эти вот карта, чтобы вот так называться именно с парневекией, damned друг Причу с ihmais, напомниться в другие ресурсы и они заставили в механическом виде, сегодня я заставлюская дезик rijики и пока-то по всего не Jade Tokyomsа, итак вот глаза соединены вот такая штукенция так отключаем и смотрим как они крутятся жмем G вот вы видите что все нормально так единица на нампаде давайте теперь телу вставим кости так находим так 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 солдат так но таким образом глаза можно сейчас будет отключить вот таким образом так единица на нампаде и вставляем кости персонажу в шифт а сингл бон находимся в object mode поднимаем косточку повыше ставим в viport display видимость кости чтобы вот ее можно было прозрачно видеть так единица на нампаде выравниваем и заходим главное чтобы персонаж смотрите был ровно установлен пополам симметрично так заходим в edit mode так здесь нам понадобится три кости это получается можно опустить косточку где-то так выбрать ее всю чуть-чуть поднять ну и вытаскиваем еще так е и вот тут тоже е вот здесь жмем G вниз уводим здесь тоже G попробуем на три кости сделать и е выводим на шею смотрим что да как позвонок вы видите что кривовато встал но это не беда G мы выравниваем позвонок именно по телу так тогда все будет более менее нормально работать так шею вот сюда это вот так чуть-чуть так ну и вытягиваем голову E щелчок с помощью мов чтобы ровно было пусть даже чуть-чуть повыше будет в каске не видно и так будут скрываться они но она нам пригодится вот так нормально так единица на нампаде от шеи теперь вытягиваем косточку E это будет включиться отключаем и отсоединяем ее alt P clear parent так G чуть-чуть уводим R перекручиваем можно еще S чуть-чуть ее уменьшить так ну а теперь от ключицы смотрим чтобы она так вот так вот чтоб не становилось ее чуть-чуть G вперед подать ну вот сюда к грудини вот так вот ну а теперь погнали и вот эту вытягивать косточку это значит единица на нампаде E бицуха кстати ролик потом еще покажу как бицепс сделать тоже прикольная штука с костями G сюда плечо чуть-чуть уводим чтобы все ровненько было и нужно выставить теперь вот эту часть полностью руку не денется на нампаде вытягиваем так это G вот сюда E сразу вытаскиваем косточку отсоединяем ее жмем alt P alt P clear parent и вот от этой кости вот вот от этой вытягиваем можно одну косточку а потом от нее вот эти вот все на пальцы вывести ну я делаю вот так вот E вытаскиваю косточку сразу ее G подгоняю с разных ракурсов и делаю сразу по пальцу чтобы потом не заморачиваться вытаскиваем E вот так вот G подгоняем со всех ракурсов выравниваем чтобы кость потом не выходила за пределы пальца ну и делим вот эту косточку это вот сабдивизии а здесь добавляем еще двоечку вот теперь у нас три кости и ровно соединено опять выделяем вот эту кость вот эту вытаскиваем так вот эту косточку чтоб не путаться можно делить по кабону и вот так вот опять же выбираем E тянем к этому пальцу смотрим со всех ракурсов чтобы никуда она не вылезла ну и жмем E смотрим опять же все нормально жмем арматура и сабдивизии так ну все здесь понятно дальше опять глухонемое кино вот 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 итак кости сделаны вот такой вот результат теперь нужна каска шлем на шлем мы просто поставим косточку так единица на нампаде shift а и делаем арматура single bone вытягиваем ее вот сюда делаем ей с прозрачность тут главное чтобы ее потом не попутать надо будет перенастраивать или хотя бы наклоны давайте вот этим костям вы вы сами знали а это вот допустим раз в эту сторону смотрит значит это шлем для себя чист и выпуски делайте для чего если вы вдруг отключите как white сетку чтобы вы могли потом выбрать эту косточку вот здесь вот нажав на полоску эту вот такая штука так что еще дальше надо теперь назначить так каски сразу назначаем она ничего такого серьезного ctrl p будет автоматик виджет так смотрим что еще тут вот тело глаза значит вот они глаза и надо брить и глаза 1 стоит смысле еще вот так глаза глазами а вот нашему персонажу так вот к этому это у нас это у нас это у нас это глаза снял на гора нашел thank you мет Required переписано и такого вверх оставляем перса вот нужен нам теперь перс вот это что нужно еще сделать Нужно добавить ему на подбородок косточки Косточки надо добавить на рот, чтобы рот закрывался И сейчас, после перерыва, этим и займусь Итак, перекур закончился Давайте теперь вот от этого рига Вот от этого Сделаем сразу же и лицевые косточки Так, первую кость Переходим в Edit Mode Выбираем вот эту косточку Тройка на нампаде И теперь с помощью Move Её вот так вот вытягиваем Отцепляем Alt-P Clear Parent И G Вот так и R Чуть-чуть перекрутим Можно даже чуть-чуть S G Вот она теперь у нас должна быть по центру Чуть-чуть подкорректируем И от этой косточки начнём теперь писать Shift-D С помощью Move вытягиваем Делаем ей S Много костей я не буду ставить Это вот Так, сначала Поставить G Вот сюда кость R Перекрутить G И поставить Чтобы вот именно Стояла она На челюсти Вот на этой Ну опять же Чтобы не связывалась Ни с какой Другой косточкой Близко не стояла Так, есть такое дело Так, теперь Shift-D Так, можно ещё вот здесь вот Наперёд поставить косточку Ну в принципе Если что Потом подкорректируем Так, выбираем опять эту косточку И поставим На верхнюю губу Shift-D Так, это где-то Семёрка на нампаде R Смотрим R Вот так вот Ну и G Подгоним вот сюда Так, R Так, вот чтобы вот здесь тоже Закрывалась Потом если что Ещё добавим костей Ну и одну косточку Вот сюда вот добавим Shift-D На скулу Так, где-то G Вот сюда Под глаз Ну, чтобы далеко тоже не стояло А то будет тянуть не так, как надо Теперь R G Вот здесь вот так вот Костей можно, конечно, больше добавлять Ещё вот сейчас вот можно одну кость добавить на Брови Вот эту Shift-D Тоже копируем Так, смотрим Так, таску бы вот отключить Шлем Ну, уже не получается, да Потому что он привязан к костям Так R перекручиваем G Подгоняем G Устанавливаем где-то вот сюда R Опять перекручиваем G Вот на эту часть G Вот сюда Так, ну уже по ходу будем корректировать И теперь нужно вот эти косточки Вот, вот эти косточки продублировать Выбираем вот эту кость Так, мог подключить Можно вот эту Вот эту Вот эту И вот эту Делаем Единицы на нампаде Shift-D Копируем Делаем Правой кнопкой Мира X-Global И с помощью Move Вот сюда Где-то вот так Уводим Так, кости Продублированы Ну вот что-то В таком духе Теперь будем их вязать Итак, теперь Выделяем вот эту Косточку Вот эту Вот эту Вот эту И вот эту А потом вот эту головную И жмем Ctrl-P Keep Offset Нижние Делаем по-другому Сначала выделяем Нижние вот эти губы И через Shift Выделяем вот эту косточку Жмем Ctrl-P Keep Offset А теперь Вот эту косточку Вот головной Ctrl-P Keep Offset Так, в принципе все Заходим в Object Mode Находим персонажа Перешифт Выделяем кости Ctrl-P Автоматик Вычет связываем Так, теперь Теперь включаем глаза И шлем Что Что можно сделать Так Заходим Выбираем полностью все Кости Вот глазные Тоже Вот так Сначала сейчас Глаза Наверное Привяжем Так Выбираем Сами глаза Так Выбираем Эту Этот глаз И вот этот глаз И вот эти косточки И жмем Ctrl-P Какой-то автоматик Виджет Так Теперь Заходим В Post Mode И проверяем G Глаза Вертятся Тут вот По прошлым роликам Опять же В чем будет Косяк Что нужно Привязать Вот эти кости Вот сейчас Мы выбрали Допустим Вот эти кости И вот эти И вот эти И сделаем Как автомат Калашникова В Post Mode Выбираем Сначала Шлем Потом Выбираем Вот эту Головную кость И делаем Так Ctrl-P Bon Назначаем Bon И вот этой Косточки И вот этой Косточки Назначаем Ctrl-P Bon Так Для чего Это делается Для того Что если Мы будем Сейчас Так Сохранюсь Сначала Не забывайте Сохраняться Save Потому что Может пойти Что-то не так Выбираем Головную кость И делаем R Вы видите Что глаза И шлем На месте Но если Мы возьмем Вот эту Косточку G Мы можем Снять шлем Так Дальше Ну в принципе Все Вот такой Рик Давайте Проверим Теперь Как работает Челюсть Короче Тестим Его Вот Все Рот Закрывается Рот Открывается Глаза Смотрим G Уводим Все Работает Все Зашибись Все Простенько Ну а Теперь Вот этого Персонажа Надо Посадить В танк Так Сначала Опять же Можно Кости Вставить Танку Башня Развертка И Вот этот Тоже Корпус Пишем Корпус Enter Добавляем Добавляем Кости Корпус Как В прошлом Ролике Shift A Арматура Так Из Post Семерность Кости Делаем S Делаем Тройку На нампаде R G И находим Центр Опять же Чтобы Хорошо Все Крутилось И Побольше Ставим Не жалейте Кости Так R Чуть Чуть Выравниваем И Смотрим Чтобы Семерка На нампаде G Именно Была По стволу По башне И посередине Башни Так Теперь Что можно Сделать Тройка На нампаде Вяжем Танк И эту Косточку Ctrl P Width Автоматик Widget Так Тройка На нампаде Shift A Добавляем Single Bone Еще Одну Арматуру Делаем Ей S Вот Так Ставим Ей Видимость Опять же R Переворачиваем И С помощью Move Вот Так Чтоб Поровнее Все Дело Было Так Семерка На нампаде Вот Так И Подставляем Опять же Вот Ровненько По центру Чтобы Две Косточки Совмещены Были Проверяем Вот Таким Образом Так Можно Теперь R На ствол Вести Чтобы Вдруг Он Поведется Мало ли Так Теперь Выбираем Башню И Косточку Жмем Ctrl P Автоматик Виджет Все Связалось И Поднастроен Нашего Персонажа Выбираем Кости Заходим В Кост Мод Единица На нампаде Так Выбираем Ну давайте Сначала Ик Настроим Inverse Кинематик Вот эту Косточку Вот эту Ctrl Shift C Inverse Кинематик Поставим Этой Косточки Через Shift Вот этой Ctrl Shift C Inverse Кинематик Ну и Вот этой Косточки И вот этой Ctrl Shift C Inverse Кинематик И вот Этой Тоже Ctrl Так Shift Ctrl Shift C Inverse Кинематик Так Все Настроено Если Что-то Будет Перекручиваться То Как в Прошлых Роликах Можно Добавить Еще Вот этой Кости Именно Ctrl Shift C Copy Location А вот Этой Кости Ctrl Shift C Copy Transforms Вот Это Чтобы Не Перекручивалась Не Ломалась Вот эта Кисть Так Опять же Все Это Дело Файл Save Сохраняем Единица На Нампаде И Проверяем Rig G Вот Вы Видите Что Он Хреновас Работает Нужно Поднастроить Влияние Кости Как В прошлых Роликах Ну Поставим На Две Кости И Вот Эту Тоже Поставим На Две Кости Эту Тоже На Две Кости И Вот Эту Тоже На Две Костки Выбираем Кости Жмем G Вот Вы Видите Что Все Мягко Плавно Хорошо Можно Поставить Влияние На Три Кости И Вот На Ключицу Ну Тогда Нужно Будет Добавлять Плечевую Кость Потому Что Все Будет Ломаться Так Ну Попробуем Давайте Добавляем Три Кости Выбираем Косточку G Вы Видите Что Плечу Нужно Нужно Ограничение Так И Вот Эти Косточки Я Тоже Не Повязал Косяки Тоже Вылазить Будут Так Edit Mode Они Привязаны Пардон Те Ошибся Ну Вот В принципе Вся Настройка И Вся Подготовка Персонажей Там Уже В процессе Если Будет Вылазить Что То Допустим Нужны Будут Какие Настройки Дополнительные Кости То Это В процессе Можно Будет Вставлять Ну Что То В таком Духе Если Ноги Будут Давайте Посмотрим В Постмод Как Будет Вести Себя Вот Эта Вот Нога G Вот Вы Видите Что Она Поднимается В принципе Нормально Так Единица На Нампаде Вот Так Но Ей бы Конечно Еще Добавить Кости Направления Такая штука Получается Ее Привязываем Вот К Этой Кости Даже Давайте Вот К Этой Лучше Ctrl T Keep Offset Теперь Все Это Дело Дублируем Семерка На Нампаде Так Косточку G Можно Немножко Вбок Увести Shift D Делаем Ей Мира X Global И Уводим Вот Сюда Делаем Alt P Clear Parent Отсоединяем И Привяжем Ее Вот К этой Кости К своей Вот К этой Ctrl P Keep Offset Так Теперь Опять Заходим В Post Mode Выбираем Теперь Ставим Название Костям Это У нас 74 75 Выбираем Вот это Inverse Kinematic Первую Заходим В настройку Костей Ставим Арматура И Ставим 70 Так Пардонте Выбираем Вот так Вот Косточку И Выбираем 74 Кость Так Смотрим G Вот Такая Штукенца Отсоединилась Здесь Можно Поставить Если Вдруг Перекрутится Колено То Можно Ее Здесь Вот Так Подкорректировать Подкрутить Вот Так Так Теперь Что Нужно Заходим В Edit Mode И Опять Связываем Вот Эту Косточку Вот С этой Ctrl T И Post Смотрим Так Post Mode Жмем G Ctrl Z Edit Mode Ctrl T Type of Set Post Mode G Во Все Заработало Теперь Нога Следит Вот За этой Косточкой Колено Вы Можете Теперь Брать Колено Вот Это И Немножко G Корректировать Вот Так Так Ну и Настраиваем Теперь Эту Косточку Тоже Вторую Ик Выбираем Вот Эту И 75 Кость Так Вот Ее Чуть Чуть Перекрутило Заходим Теперь В Edit Mode Выбираем Вот Эту Косточку Вот Эту Через Shift И Вот Эту Жмем Ctrl T Type of Set Заходим Post Mode Жмем G Так Нога Поднимается Все Все работает Все Уводится Так Надпись Можно Отключить Единица На Non-Pady G Ногу Ставим На Уровень Пола И Тут Единица Тоже Ставим На Уровень Пола Так Здесь Я пока Отключу Пусть Будет На 2 Расти Влияние Вот Так Ну И Опять же G Надо Все Выровнять Чтобы Потом Работалось Нормально Также Можно По Прошлым Роликом Добавить Локтевую Кость И Плечевую Но Это Если У вас Ломка Пойдет Вдруг Пригодятся В процессе Можно Установить Так Тройка На 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 Паде G Вот Так Назад Все Нормально Так В Следующем Ролике Будем Уже Персонажа На Танк Засаживать И Какую Нибудь Анимацию Сделаем Не Отвлекаясь Уже Вот На Эти Моменты Все Всем Пока До Свидания Неб Танк Танк